На третьей позиции после первого дня соревнований, соответственно, являясь главными претендентами на бронзовые награды этих соревнований, находятся Алиса Кройнюкова и Семен Нецев. Кататься в произвольном танце эти фигуристы, тренирующиеся под руководством Евгении Кройнюковой, будут под легендарную My Heart Will Go On. Селин Дион, вспоминаем Титаник. На каждый айсберг, как говорится, найдется свой Титаник. И вот он нашелся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Максимально старались воспроизвести в течение этих четырех минут длинную историю, рассказанную Джеймсом Кэмероном в своем художественном фильме конца 20 века. Ну что же, история, судя по всему, на все времена молодежи в конце 90-х и сейчас все равно вспоминает и впечатляется этим трогательным повествованием. Ну, старались максимально полно превратить свои технические элементы в достоинства, которые будут оценены технической бригадой и арбитрами Алисы Семеном. Это им удалось, но мне, честно говоря, чуть-чуть не хватило вот взаимоотношений, той теплоты, которая была между героями этого фильма. Но в целом, можно сказать, что с точки зрения техники более чем уверенно справились с задачей. И сейчас очевидно совершенно становится, что эти фигуристы обеспечивают себе медаль, как минимум бронзовую медаль второго этапа Гран-при России под названием «Бархатный сезон». Уже по ходу выступления с запасом эти фигуристы превзошли техническую оценку Александры Буториной и Никиту Сборико. Было несколько очень интересных хореографических находок, но и в целом технически они были значительно сильнее и точнее по сравнению с краснодарскими фигуристами. И понятно, что сейчас они не только сохранят свое превосходство, но и увеличат преимущество относительно четвертого дуэта. Таким образом, вот они, первые спортсмены, которые поднимутся на пьедестал почетом. Церемония торжественного награждения победителей и призеров сегодняшних соревнований состоится непосредственно после окончания произвольной программы «У мужчин». И мы с вами станем свидетелями триумфа самых сильных, самых ловких, самых выносливых фигуристов этого этапа, этих соревнований. Очень рада за дочь с партнером Евгения Кройнякова, ну а Алиса с Семеном. Сейчас пока однозначные триумфаторы этих соревнований. Они будут первыми и гарантируют медали всероссийских соревнований себе. Ну и, соответственно, набирают серьезное количество зачетных баллов и будут одними из претендентов на попадание в финал серии Гран-при России. Нет, ничего, ничего, прям мягенько все время по музыке, мне кажется, просто чуть-чуть. После этой эстетической поддержки. Конечно. Да, нужно было там еще разокнуть совершенно спокойно. И очень долго маринвали. Да, там был очень долго маринвали. Нет, маринвали хотя бы немножко разгадился. Да, конечно. Почему? Честно? Так, почему? Почему? Надо все. Алиса. Семен Миницын за произвольный конец набирают 76,6 баллов. Из-за того, что отрадуются спортсмены, радуются тренеры. И они, по сумме, получается 120, да, 120 разливают отметку, 123,28. Их итоговый результат. Они призантны. Я вас поздравляю с подъемом.